Посмотрите, такое ощущение, что я вырываю язык! Сейчас язык оторвется! Ребят, всем привет! Сегодня у меня в гостях опять жующая копилка и это не случайно, потому что в своей группе ВКонтакте я открыл обсуждение, в котором каждый может написать что мне сделать с тем или иным товаром, который у меня был на обзоре и вот Денис Иванов первый написал, он предложил накормить жующую копилку лизунами Мне эта идея понравилась и сегодня я буду делать именно это Так что если у вас есть какие-то идеи, что мне сделать с любым товаром, который у меня был на обзоре обязательно пишите их в обсуждениях в моей группе ВКонтакте и самые интересные идеи, которые мне понравятся, я обязательно сниму и скажу имя человека, который мне предложил эту идею Сначала я хотел накормить эту копилку лизуном, который я когда-то заказывал с Китая но я вспомнил, что я убил того лизуна, я его сжег когда-то бензином если кто не помнит, обязательно посмотрите, у меня есть видео с этим Но недавно я делал два лизуна, одного из крахмала и мыла, а второго из клея и соли и кормить я копилку буду сегодня именно с помощью этих двух лизунов Итак, ребята, вот два лизуна, вот это крахмальный лизун, а вот это лизун из клея и соли И давайте начинать кормить уже копилочку Так, я думаю, такой большой кусок ей не влезет в рот, да? Поэтому придется ей помочь и чуть-чуть уменьшить лизуна Итак, я сделал из лизуна вот такую вот колбаску и сейчас буду запихивать эту колбаску ей в рот О, хорошо идет, хорошо, давай, кушай Смотрите, как много она кушает Кушай, кушай Похоже, лизун ей уже не влазит Посмотрите, ребята, это похоже, как будто бы копилка достала изо рта свой язык и показывает всем его Так, в общем, этот лизун ей уже не влазит Сейчас я помогу ей пальцем и будем трамбовать ей второй лизун Итак, вот второй лизун из клея, из соли и сейчас я буду запихивать ей его Итак, начинаю запихивать вторую колбаску Очень-очень туго ей идет этот лизун Смотрите, какая штука болтается у меня изо рта Короче, что-то она не может его проглотить По-моему, ее уже пора очистить Вот этот лизун первый О, господи, он застрял и теперь я не могу его достать ни спереди, ни сзади Так, ребята, что-то не могу я достать лизуна И знаете, я тут подумал, я сейчас попробую смешать эти два лизуна И покормить ее вот этим смешанным лизуном Так, начинаем мешать В общем, ребята, эти два лизуна почему-то не хотят смешиваться Вот вышла такая, знаете, как двухслойная конфета Но я попробую ее даже покормить вот этим Правда, она сильно толстая, но я думаю, я постараюсь запихнуть ей в рот этого лизуна Кушай, кушай О, она уже не может кушать Давай, давай За маму, за папу У меня такое ощущение, что я уже ей порвал рот Услышите, там уже что-то скрипит Давай, кушай Еще чуть-чуть, давай, еще чуть-чуть Я в тебя верю, копилка Итак, ребята, я еле запихал этих лизунов ей в рот Но теперь она, мне кажется, точно ничего не сможет проглотить Потому что уже просто некуда ей что-то ссувать В общем-то, в итоге вышло так, что копилке, я так думаю, не очень сильно понравились лизуны Она их сама не хотела кушать И мне пришлось ей запихивать их в рот Но все равно она их съела И теперь я, наверное, помогу ей их выплюнуть Господи, вы посмотрите, что там внутри Посмотрите Я не знаю, как их доставать Наверное, придется ее как-то раскручивать Или даже не знаю, что с ней делать Посмотрите, такое ощущение, что я вырываю язык Сейчас язык оторвется В общем, ребята, сегодня у меня получилось вот такое видео Спасибо еще раз за идею с лизунами и копилкой Денису Иванову И вы тоже не забывайте писать свои идеи, что мне сделать с посылками в моей группе ВКонтакте Ссылочка будет сразу внизу в описании под видео И на этом у меня все, спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok